Здравствуйте! Это программа «Край добра». Мы исполняем мечты детей, чье детство украло болезнь. Наши герои – это маленькие борцы, те, кто не сломался и, несмотря ни на что, верит в свое выздоровление. Лерни Горбунов – победитель различных конкурсов и фестивалей. Он музыкант и учится в специализированной школе искусства. Несмотря на то, что сейчас каникулы, он приехал в Краснодар для того, чтобы повстречаться с юными журналистами медиашколы. Там мы с ним и познакомимся. Здравствуйте! Меня зовут Яна. Очень приятно, Лерник. Мне тоже очень приятно. Сколько весит такой баян? Килограмм шесть. Тяжело носить? Да. Тяжело. А когда играешь? Да играю мед. Скажи, а какими качествами, как тебе кажется, должен обладать музыкант? Терпение и трудолюбие. Ну и, наверное, любовь к делу, правильно? Да. Сейчас у нас наверху нас ждут ребята. Они учатся в медиашколе, хотят стать профессиональными журналистами, телеведущими. И им очень интересно с тобой пообщаться. Пойдем? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Терпение было в детском саду, когда я ездил. Я играл Катюшу. А почему ты выбрал именно баян? Или он сам тебя выбрал? Я выбрал баян, потому что мне понравился его звук. Я смотрю, вы просто засыпали нашего героя вопросами. Ну скажите, вам понравилось? Да! Как себя чувствуешь, когда тебе задают вопрос? Ну, нервничаю. Я думаю, ребятам будет интересно узнать, есть ли у тебя какая-то любимая музыка. И, возможно, ты ее нам даже сейчас сыграешь. Есть. Олька. Общаясь с Лерником, не сразу замечаешь, что говорить с людьми, которые находятся близко, ему сложнее. Лица ребят, которые сидят на задних рядах, он видит. А вот тех, кто рядом, и глаза мамы на первом ряду покрывает туман. У Лерника тяжелое заболевание глаз, атрофия зрительных нервов. Валерия всегда мечтала о сыне. Младенец появился на свет в срок, и его решили назвать Лерник, что значит сын Леры. Мама верила, что имя принесет малышу здоровье и счастье, ведь Лер в переводе с армянского – гора или скала. Однако родиться сильным и крепким, как скалы, ему было не суждено. Нас выписали не сразу, потому что были проблемы, родовая травма у него была. У него было ущемление шейных позвонков, кефаловая гематома была при рождении. Малыш плохо спал, часто плакал, и все же особых проблем с физическим здоровьем мама не замечала. В 10 месяцев сын уже начал ходить. Только вот говорить никак не хотел. До 3 лет мальчик общался исключительно знаками. Если, допустим, он у нас хотел кушать, он подходил к печке, у него был такой грушечный молоточек, он стучал по печке, и смотрел, значит, мы хотим кушать. Пить это он ладошку подносил к губам. Вот так делал, значит, я хочу пить. Рисовать это пальцем по столу. Мы занимались дома сами. Я очень много прочитала литературу. В принципе, я сама поставила речь своему ребенку. К 4 годам Лерник уже хорошо разговаривал и ходил в детский сад. Но мечта о том, что сын все же вырастет сильным и крепким, как обещало имя, была разрушена на плановом осмотре у окулиста. Оказалось, что у ребенка тяжелое заболевание глаз. Частичная трофея зрительных нервов. Это белый свет, мутно, ну, как все размазано. Переживала и плакала со зрением ребенка. Проблема, что он не такой, как все, что отличается. Это было очень печально. При таком диагнозе зрение не восстанавливается. Вот так за руку каждое утро мама водит своего повзрослевшего сына в школу. Со стороны это кажется странным, если не знать, что ходить по улице одному для Лерника тяжело и даже опасно. Он со мной только ходит. Со мной, с бабушкой, когда я на работе. Но сам он у меня не передвигается вообще. Потому что мы боимся. Лерник учится в 7 классе специализированной коррекционной школы-интерната города Армавира. Именно здесь обучаются дети с различными проблемами зрения. Наша школа от массовой школы не отличается ничем. У нас, наоборот, добавлены еще коррекционные предметы. Это развитие мелкой моторики, которая необходима для слабовидящих и слепых детей. У нас добавлено еще компьютерное обучение. Мы и на уроках, и после уроков успеваем с ними делать больше, чем в массовой школе. В каждом классе не больше 12 человек. Обучение практически индивидуальное. Все парты расположены максимально близко к доске. Но если ученикам не видно, можно подойти и посмотреть, что написано. Для этих ребят школа – это не только образовательное учреждение. Это еще и место, где они чувствуют всеобщую поддержку и понимание. Если мы пришли в школу, если пор ребенок переодевается, он обязательно подойдет к нему, будут ему помогать и разуться, и раздеться, и где-то довезти. И, конечно, это да. Они друг другу в школе помогают, их этому обучают. Ну, часто, да, он мне спрашивает, мам, я всегда буду видеть, ну, так как ездить, и мне будет хуже. Ну, конечно, правду-то я ему не говорю. Когда он был маленький, как бы это странно ни звучало, он мечтал быть снайпером. Объяснить пришлось ребенку, что снайпером у него быть не получится. Ну, а так сейчас мы по состоянию здоровья, и то, что есть уже какие-то у него успехи по музыке, дальше будет ему с педагогом. В музыкальной школе Лерник учится уже четвертый год. Сначала увлекся пением, но потом стал баянистом. Учителя считают его очень способным. Только лишь над техникой надо поработать. Ну, вот, это уже получше. Занимался не хотя сначала, как бы все, мы привыкали к друг другу понемножку. Вот, ну, в один прекрасный момент как-то смотрю, он заинтересовался какими-то песками. Я поняла, что он любит играть то, что ему нравится, поэтому я старалась подобрать ему интересный репертуар. Вот, на второй год обучения нам предложили поучаствовать в Анапе благотворительные концерты. Мы поучаствовали там, получили приз, вот, и он окрылился. У него очень хорошая музыкальная память. Если он что-то запомнил, он запоминает мелодическую музыку очень быстро. Армавирская специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей – это не только единственная на Кубани, но и в России. Для воспитанников здесь печатают ноты по Брайлю. Для таких, как Лерник, ноты увеличивают в максимальном формате. Обрати внимание, в каком темпе она у нас идет. И еще разочек, начало. Ребята с нарушением зрения здесь учатся рядом со здоровыми детьми. И так же, как они, занимают призовые места и получают медали. Ни в коем случае никаких поблажек не делают. И вот для того, чтобы они могли выступать наравне со всеми, мы устраиваем мастер-классы. То есть приглашаем именитых каких-нибудь преподавателей, исполнителей, и они занимаются с нашими детьми. Я сейчас сыграю в произведениях, в которых впервые я сыграл с симфоническим оркестром. Заслуженный артист Республики Адыгей Карачаева-Черкесии, композитор, аранжировщик и виртуозный аккордеонист Аслан Тлибзу провел для ребят творческий мастер-класс и дал будущим музыкантам ценные советы. Когда ты только по слуху играешь, ты отвыкаешься от игры по нотам. Это очень плохо. Но когда ты умеешь совмещать и то, и другое, то есть только же заниматься по нотам и на слух, тогда ты становишься больше развитым. Никто этого не любит. Как бы вот так получается, но это все правильные вещи. Надо по нотам учиться. Мне очень приятно было с ними поработать, пообщаться. Конечно, мне хотелось бы с ними встретиться уже на концертной площадке, чтобы они поучаствовали в какой-то концертной программе. Я буду играть в свитку. Лерник – мальчик немногословный. В обществе ведет себя сдержанно и серьезно. Кроме того, он немного смущается камерой. В этом смысле Лерник ничем не отличается от обычного подростка. Конечно, мы на этом не заостряем. Внимание, что у него какие-то проблемы. И дома мы стараемся вообще об этом не говорить. То есть для меня он такой, как все. Он здоровый, полноценный ребенок. Увидеть Лерника спокойным, раскрепощенным можно только дома. Здесь ему все знакомо до мелочей. Эй, темный котик. Ну, жалко нам, да, животных. Берем вот из приюта, лечим, занимаемся. И кормит, и ухаживает. И котик у нас был больной. Лерник свободно убирал за ним, ухаживал. Даже была очень удивлена, что ребенок, тем более мальчик, будет делать такие вещи. А он спокойно с этим справлялся, относился с пониманием, с добротой к животным. Съемка в телевизионной студии медиашколы – это для Лерника первый подобный опыт. Глядя на Лерника и то, как он играет, понимаешь, музыка поможет ему реализоваться в жизни. Проблема в том, что болезнь прогрессирует. И читать ноты становится все труднее. Мальчику необходим специальный видеоувеличитель. Его стоимость – порядка 200 тысяч рублей. Прибор нужен как для учебы, так и для занятий музыкой. Когда он начинает напрягать зрение, это вызывает у него жуткие головные боли. И в основном у него высокое давление поднимается. Он плакал, он даже сам много смотрел про свой диагноз. Ну, я всегда его поддерживаю, говорю, что у нас все будет хорошо. Я знаю, что ты знаком с Асланом Тлебзу, верно? Да. Понравилось? Да. Я знаю, что Аслан тебя пригласил на свой концерт. И я думаю, нам удастся, чтобы ты получил максимальное удовольствие от прекрасной музыки. Здравствуйте. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Ну что, готовы смотреть наше шоу? А можно посмотреть за кулисами? Конечно, за кулисами вы сможете посмотреть до начала концерта. Хотите во время концерта посмотреть, чтобы ты понимал, как это все устроено. Лерник принимал участие в детских концертах. И за кулисами, конечно, бывал не раз. Однако увидеть подготовку масштабного выступления – это совсем другие эмоции. Для каждого начинающего музыканта такой опыт бесценен. Музыкально-театрализованное шоу Фрида Маслана Тлебзу – это захватывающее зрелище с необыкновенным кавказским колоритом, завораживающей и зажигательной музыкой, танцами и яркими спецэффектами. 150 артистов из лучших коллективов вышли на сцену ради того, чтобы помочь больным детям. К сожалению, Лерник плохо видел, что происходило на сцене. Но завораживающая музыка, энергетика зрительного зала и особая атмосфера, которая царила в этот день в музыкальном театре, не могла оставить его равнодушным. В беседе самой он признался, что мечтает когда-нибудь, вот так же, как Аслан Тлебзу, исполнить перед зрителями свои авторские произведения и вызвать такой же восторг у зрителей. И я верю, что так оно и будет. Только сегодня мальчику необходимо помочь. Всем Краем, Краем Добра! Чтобы помочь ребенку, можно отправить СМС со словом «Счастье» на короткий номер 7715, а также сделать пожертвование через специальный сервис с сайта Край Добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok